Всем привет дорогие друзья, с вами Маракаси. Итак, посмотрим бой на танке Чифта-НП. Увидим довольно-таки неплохое сражение на весьма хорошем танке. Его можно было получить из коробок. Ну, соответственно, для вас некоторое неплохое уведомление о том, что я, в общем-то, буду развивать свою телеграм-группу сейчас. И, соответственно, одним из, так скажем, способов привлечения я выбрал розыгрыши золота. Так что, если вы хотите выиграть голду, то вы можете перейти в мою группу телеграм. Зачем это нужно? Дело в том, что ютуб не всегда может нормально уведомить моих подписчиков о выходе видео. И, соответственно, будет гораздо правильнее, если люди, которым интересен контент, будут подписаны на телеграм. И там уведомления всегда работают довольно-таки хорошо. Поэтому сегодня я еще и разыграю золото. И время от времени точно буду разыгрывать золото в телеграме. Так что, поспешите после выхода данного видео в телеграм-группу. В скором времени сегодня я запостичу там розыгрыш золота. Так что, не пропустите. Это еще один такой неплохой халявный способ заработать. Всем привет, друзья! С вами Маракаси. Итак, давайте поиграем на сайте в Водхаб. Итак, ставлю 5000 золота. И, посмотрите, неудачно проигрываю практически сразу. Такое, естественно, может быть. Но давайте еще раз. 5000 голды. И теперь нужен хороший коэффициент. Хотя бы 3. Ну, я, наверное, рискну сейчас. Попробую до 4 дождаться. Или около того. Не факт, что будет. Но посмотрим. Так, 3. И вот 3.99. Ну, почти 4, можно сказать. И также, друзья, вот вам промокод, который даст вам тоже золото немножечко на сайте. Вы сможете бесплатно поиграть. Ссылка на сайт в описании. Также есть дополнительный промокод для пополнения. Итак, друзья, как всегда провожу розыгрыш голды в видео. Вот вы сейчас можете видеть победителя, который выиграл голду. Соответственно, голда ему придет в течение месяца. Почему так долго, кто-то спросит. Ну, я выбрал такой способ распределения золота. Во-первых, я собираю сначала ники, кто выиграл случайным образом. Потом формирую список и потом отправляю его на выдачу золота. Так что, обратите на это внимание. Да, придется ждать дольше. Но и розыгрыш будет чаще и больше. Ну, то есть, если раньше разыгрывалось 500 золота, то сейчас по 1000 голды разыгрывается. Также, друзья, такая вот интересная фишка. Я нашел ее, соответственно, на европейской части игры. Да, кто-то скажет, зачем показывать новости именно с европейского сервера. Но в данном случае, все-таки, во-первых, на европейский сервер перешли очень многие зрители мои. Да, их, конечно, по-прежнему не так много, как на ру-сервере. Но все-таки некоторые играют на европейском сервере. Во-вторых, то, что там имеется, может быть и у нас появится. И так вот, там интересная очень программа. Такая вот, по сути, смысл заключается в том, что вы у партнеров Wargaming, там, в Европе, или там, я не знаю, ну, короче, там, где, соответственно, имеет место сотрудничество Wargaming с другими компаниями, вы покупаете у партнеров, короче, какие-нибудь там продукты их. То есть, это может быть все, что угодно, на самом деле, и KFC там есть, и многие, ну, такие большие бренды. И, соответственно, тем самым вам дают специальные, так скажем, бонусные очки, которые вы можете потом потратить. То есть, включая, можно приобрести аж очень ценные прям танки, включая Е-25 даже. То есть, разработчики говорили, что прям продавать напрямую Е-25 не будут, но вот нашли способ, как можно использовать данную ПТ-САУ. А другим способом получить ее не получится. То есть, в принципе, на европейском сервере такую фишку замутили, и я думаю, будет она пользоваться спросом. К тому же, там очень популярные сервисы такие, ну, в общем, там всякие фастфуды и там всякие магазины и так далее. То есть, все, что пользуется спросом, то есть, все равно, ну, люди часто там что-то приобретают, а тут еще и получают бонусы, которые позволяют в танках получить ценные призы. На самом деле, у нас что-то такое уже много раз было на Ру-сервере. Ну, даже там с Бургер Кингом, если вспомнить, те же бонус-коды были. Да даже в прошлом, даже, можно сказать, уже в этом году, ну, в начале этого года, там, первого числа, первого месяца, соответственно, было сотрудничество с Яндекс.Еду, а этот сервис до сих пор как бы живой и пользуется спросом. Ну, кто знает, я не говорю, что это 100% будет, но, в принципе, было бы прикольно замутить такую же фишку. Ну, я надеюсь, Лесто сделает такое на Ру-сервере, что-то подобное, то есть, сотрудничество каких-нибудь брендов и там, чтобы приобрести, получить какой-нибудь бонус-код или какие-нибудь там бонусные очки, на которые можно купить редкие танки. Только тут нужно действительно казарные танки ставить, там, Е-25, там, Бураск и так далее. Ну, танки, короче, которые пользуются спросом, которые такие нагибаторские. Далее, друзья, посмотрим, какие, в общем-то, ну, фишки, события на Новый год нас будут ждать. Ну, в принципе, кто часто играет в World of Tanks на Новый год, ну, знает, как это все работает. Уже много лет практически Wargaming мало чего меняет, а именно, добавляет маленькие коробки, из которых падают игрушки, с помощью которых мы наряжаем свой ангар. В итоге это дает нам дополнительные бонусы, там, на серебро, на опыт и так далее. Также мы получаем скидки на разнообразные ветки, можно выбрать самому ветки. Соответственно, Новый год у нас уже не так уж и долго осталось ждать, ну, всего-то, в общем-то, ну, ноябрь, короче, вот этот месяц, и потом уже в декабрь пойдет, и, соответственно, новые вот эти вот новогодние акции. Также в прошлый раз мы должны были наряжать ангар, чтобы поднимать уровень новогодней атмосферы. Там всего 10 уровней, и нам давали снегурочек. Но тут есть, конечно, некоторые нюансы. Все-таки раньше, как это было, соответственно, больше это было все так заточено под Россию. Ну, именно такие вот страны, короче, там, которые Новый год празднуют, в общем-то, вот так вот. По-нашему, так скажем. Ну, а, соответственно, в Европе немножечко по-другому. Новый год празднуют, там вообще Рождество больше всего празднуют. Так что, ну, там, да, похоже, но не совсем. И так как все-таки Wargaming сейчас будет заточен именно под европейский сервер, может быть, какие-то за счет этого будут изменения. Но это так, просто некоторые рассуждения на этот счет. И, друзья, какие же премтанки были в прошлом году? А именно были Wofford с Торвагом, танк 8 уровня, Калибан, а также Йох, также 122ТМ и Шкода Т-56. Вот эти танки можно было выбить. Ну, на мой взгляд, я сейчас смотрю на эти танки, но из них только Калибан может быть интересен и Шкода Т-56. Все остальное на большого любителя, так скажем. Ну и, конечно, в этом году разработчики наверняка будут пытаться добавить самые интересные эксклюзивные танки в большие коробки. Я думаю, в большие коробки уж точно никуда не денутся, учитывая, что они делают кассу разработчикам. Ну и давайте посмотрим, какие танки сейчас есть. Опять-таки, это не официальная информация. Это не значит, что именно и эти танки 100% будут. Это просто я накопал те танки, которые на тесте есть. Первый танк – это WZ-111 Мадель-6. Это у нас китайский танк, экранированный, с хорошей броней. У него броня аж 300 мм в лбу корпуса, вернее, в лбу башни. В корпусе 120 мм, 220 пробития. Кстати, 290 на Галде и 360 Альфа. То есть пушка довольно мощная. Второй танк – это Ка-2. Это у нас советский танк. В принципе, очевидно, что каждый раз у нас, практически каждый год, советский танк какой-либо присутствует. Я считаю, что вполне вероятен этот танк. Там уже его до сих пор никуда не добавили. Он ждет своего, так скажем, часа. И, может быть, в коробке и попадет он. Ну, сам по себе танк сильный выглядит, по крайней мере. Опять-таки, это танки все с теста могут поменяться по характеристикам. Ну, очень хорошая броня у данного танка, у данной машины. Еще один танк – это БЗ-176. Это китайский тоже танк. Не знаю, будет сразу два китайских танка, вряд ли, в коробках. Но данный танк обладает сразу, в общем-то, хорошими механиками такими. Вот одна из механик – это, конечно, ускорение с помощью ракет. То есть ракетное ускорение сзади танка. Ракеты прикреплены такие, и танк может за счет них набирать хорошую скорость. Но танк очень сильно понерфили. Надеюсь, что не сильно его прям зарежут, а то что-то немножечко даже жалко его стало. АТС-54 – двухорудийный американский танк. Тоже его тестируют уже очень давно. Но машины, на самом деле, на мой взгляд, что-то не выглядят прям сверхимбой. Не только сверхимбы же должны быть в коробках, но все-таки должны быть очень такие хорошие танки. А данный танк двухорудийный, он отличается только тем, наверное, что у него два орудия. И это американский танк. Ну, в принципе, тоже логично. Шар Мали 75 – это у нас французский ЛТ. Вот этот танк девятого уровня, но я думаю, что девятку вполне могут добавить. Очень крутой танк, прикольный, с множеством механик. У него сразу две механики прикольные. А именно у него ускорение, как у поляков примерно, на кнопку временное. Также у него довольно-таки хорошая механика с барабаном. То есть у него спецбарабан в каждой магазине по несколько пулик там. Так что тоже прикольно может получиться. Вот такие вот у нас интересные изменения будут ждать в игре World of Tanks. Так что ждем их и надеемся, что получится все классно и интересно. Спасибо, что досмотрели до конца. Желаю вам удачи. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok